Всем привет, сегодня в классическом бритье, классическое бритье. Это будет у нас первая распаковочка, обзор новинок канала в 2022 году. Первое, что у меня появилось, это пробники. Дал мне их Владимир, это стирлинг джентльмен, аромат у него интересный. Вот как из бутылочки из этой пахнет табаком и красной смородиной кожей на мой нос. Также все мы это проверим на обзоре, так как я впервые буду пробовать стирлинг авторшивы. Также Хеверфорд, тоже стирлинг, мыло, я так понял, жировое, аромат у него приятный, что-то мне напоминает. Но это такой, знаете, джентльменский набор и отдает немножко гвоздичкой и лавром. В общем, все мы это посмотрим на обзоре и я вам подробно расскажу об ароматах. Хочу раз напоминаю, стирлинг джентльмен и стирлинг хеверфорд. Итак, ребят, дальше у меня Jerry's Mask for Men, это Pinout Clubman Professional Size, 400 мл. Если по размерам сказать, то это как бутылочка Кока-Колы. Здесь аромат, как вы поняли, мускус. Тут все ноты верхние, базовые и средние, все у нас мускус. Информация. Также очень интересный аромат здесь. Он сладкий, мужской. Все делает Pinout. Покупал на Makeup Store. Также дозатор имеется, представляете себе. Такое горлышко и такой дозатор. Это аромат мускусный, свежий. Я так бы сказал, даже и цветочный. Это Aftershave Cologne. То есть, это и лосьон, и одеколон. Splash on Face, Neck and Chest for Cool. Это, короче, спиртовой лосьон. Можно наносить на лицо, на другие конечности. То есть, на руки, на шею, для охлаждения. И мы получим приятное удовольствие, наслаждение. Вот адрес. Кому интересен штрих-код. Вот такой вот Jerry's Mask. Теперь очередь Катрин До. Горная лаванда. Лосьон после бритья. Спиртовой, 80% заказывал у Екатерины под себя. Очень захотелось лаванды. Аромат такой цветочный, лекарственный, приятный. Также у меня имеется два мыла лавандовых. И с одним из них я испробую этот Aftershave. И все вам расскажу о своих ощущениях. Кто любит ароматы лаванды, тоже пишите комментарии. Новинки от Константина для моего канала. Это пробник Aftershave Epsilon 03 Amber. Или Ember. Ember это янтарь. Вот все описание. Написано. Говорят, что он должен освежать. Классический аромат. Элегантный. Состав имеется. Все мы это попробуем. Синий. Эпсилон мне не зашел. И также чаша для бритья. Таменс Резер. Синего цвета. Коробочку подвину. Такая вот чаша. Сейчас мы ее взвесим. Сколько она весит. Посмотрим. Рисы имеются. 119 грамм. Также диаметр. Где-то 12 с чем-то по высоте. Посмотрим. Посмотрим. Почти 7. В руке держится удобно. По мазке, думаю, удобные будут только с длинной ручкой. Ну, с короткими во время бритья я вам обязательно покажу. Это пластик. На дне тоже логотип. Очень интересная такая чашечка. Легкая. Специальные насечки на дне, чтобы мыло быстрее взбивалось. В общем, у кого-то такая имеется чаша, обязательно пишите комментарии и ваши ощущения. И также немного хотелок. Это Лео. Покупал на Выбритру. Там была хорошая скидочка. Тут 50 грамм. Такой стик. Приятный аромат у него. Мыло твердое. Вот так открывается. Крутить не нужно вот эту крышку. Просто хоп. Как тубус открывается. Аромат очень похож на крем для бритья. И на стик Вергюль де Хэнд. Который у меня тоже имеется. Все информации по составу. Мыло глицериновое. Потасиум стерид. Потасиум кокуэйт. Видимо, жировое это мыло. Вот написано. Мыло для бритья с глицерином и ланолином. Срок годности 6 месяцев. Такая вот картинка по Москве. Тоже скоро будет на обзорах. Также хотелось попробовать вот такие вот кассеты. Двухлезвийные. Шик. Ультрекс плюс. Подходят они для джилет слалома. Слалома плюс. 5 штук. Алоэ вера. Это, я так понял, как джилет слалом плюс. И механизм очистки пушклин. Вот кто, кстати, знает как им пользоваться. Напишите мне в комментариях. Потому что я ни разу не увидел. Слаломи у себя такой. Потому что они, наверное, китайские были. Поэтому такого не было. Сейчас откроем. Вот так вот дело выглядит. У меня, кстати, еще имеются две ручки. Это родная джилетовская. Это самое первое, что у меня был. Станок мне дарил отец. Это джилет. Слалом плюс вроде был. И армейская ручка. Тоже подходит под такие станки. Армия России. Делает армейский стандарт этот. Это из насессора. Там, кстати, кассеты тоже с лалом плюсом вроде как. Они у меня были. Посмотрим. Вот сейчас подцепим. Зацепится или нет? Так, вытаскиваем. Итак, ребят. Вытаскивается тяжко. Вот столько пять штук. Двух лезвий. Два лезвия. Вроде бы все пока нормально. Ничего не сломалось. Такая вот полосочка. Не знаю, как это все... А, вот. Смотрите. Нажимаешь. И выдвигается. Такая штучка, которая убирает чтину. Очень удобно. Плавающая головка. Все подходит. Шикарно. Будем пробовать. Давно хотел. Так же снимается все нормально. Надеваем на джилетовскую ручку. Нажимаем кнопку. Хоп. То же самое. Все удобно. Красиво. То же самое. Все работает. Все. Будем пробовать в следующих обзорах данное лезвие. Это напоминает шик. Что-то на подобии джилет. Еще новиночка. Тоже на выборе тру. Lord L111 с одним лезвием. Написано SuperRacer. Все информации имеются как на английском L111, так и на русском. Производитель. Пластиковая ручка. Я так понял, он двухсоставной. Мы его распакуем. Посмотрим. Лезвие уже это пробовал. Такое лордовское. Оно мне нравится. SuperChrome. Ну и смотрим на станок. Интересный станок. Знаете, у меня есть L122. Он алюминиевый. Вот этот уже поинтересней. Перевес в сторону головы. Голова, наверное, алюминиевая. Откручиваем. Да, похож на наш спутник. Также на Wilkinson. Сворд который. Голова нижняя. Пластиковая. Я думаю, станок будет мягким. Ручка, я думаю, цепкая, легкая. Вот эта часть очень легкая, а вот эта башка тяжелая. Думаю, ребят, в ближайшем бритье мы этот станочек с вами испытаем. Сейчас посмотрим, как тут у нас все это дело закручивается. Удобно или нет. Довольно-таки туго идет, но я думаю, все это дело разработаться. Пластиковый станок тоже, как для новичка, я думаю, подойдет. Еще раз покажу в крупном плане. Вот такой вот Lord L111. Всем спасибо, что были со мной до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. Всем пока, а я пойду для вас готовить очередное бритье. Продолжение следует...